Приветствую вас! Давайте посмотрим вопрос, который вы задаете. Первое, что вы пишете, это то, что вам снится молодой человек. И вы хотите с этим как-то справиться. Я полагаю, что в этом в какой-то степени кроется ваша ошибка, потому что справляться с этим не нужно. То есть избавляться, избавляться от этого не нужно. Справляться с этим не нужно. Справлять это не нужно, если угодно. Нужно разобраться с тем, что это значит. Вот. И решить свой внутренний конфликт, который у вас есть. Вот. Потому что он у вас есть. Во-первых, с чем связано то, что снится молодой человек. И то, что вы его прямо-таки выгоняете из дома. А с чем это связано? Вы говорите, что он вам противен. То есть, ощущение, что вам человек неприятен тоже может быть связано с некой защитой, с некими эмоциями, с сильными эмоциями. Как? Совершенно справедливо сказал мой коллега Кудрячев Игорь Леонидович. Эти сильные эмоции у вас не прожат. Отношения с молодым человеком, несмотря на то, что они закончились, судя по всему, не завершены. Для вас. Тот факт, что он вам противен, молодой человек, свидетельствует о том, может свидетельствовать о том, что у вас есть к нему чувства какие-то. Да, это неприятно. Но это правда. И многие отношения, если они свою бытность, если они свою бытность, то есть, когда они были, были яркими. Если они, вот в тот момент, когда они были, отличались такими высоким уровнем эмоциональности, высоким уровнем чувственности, высоким уровнем вовлеченности, высоким уровнем вовлеченности. в процесс отношений, то нет ничего удивительного, что подобные отношения после себя оставляют какой-то след. И нет ничего удивительного, что этот след вы ощущаете достаточно хорошо, но не закончены у вас отношения. И как бы тонкость в том, что вам их нужно допрашивать. Может быть, может быть, вот что важно, вас задела как-то ситуация с молодым человеком. Может быть, вам, ну, может быть, вы в чем-то не удовлетворены сейчас. Может быть, вы, образно говоря, там, например, противитесь чувствам, которые у вас есть, пытаетесь эти чувства заглушить в себе, да, ну, например, пытаетесь заглушить эти чувства в себе. А они действуют, а вы их себе запрещаете. Вот. Может быть, может быть, вы, там, например, с мужем, со своим, с которым вы, ну, с мужчиной, с которым вы сейчас в отношениях. Вот, вы пишете, что значит, эээ, так, эээ, так, мне противно близо с ним. Эээ, так, не видится молодой человек. Я давно, да, я давно знаю, может быть, эээ, сможем вы не удовлетворены, эээ, не до конца удовлетворены. Вот. Такое, в принципе, вот, тоже может быть. То есть, эээ, то есть здесь, эээ, вот, вообще говоря, ну, масса нюансов, эээ, вот, эээ, и, эээ, вот эти все нюансы, они, эээ, нуждаются в эээ, том, чтобы, эээ, эээ, их, их рассмотреть. Вот. Эээ, возможно, возможно, только лишь возможно, что, эээ, ваш, эээ, супруг, эээ, не дает, эээ, вам, эээ, просто-напросто, ээээ, в полном мире, ээээ, того, ээээ, того, ээээ, чего вы хотите, ну, чего вы хотели бы для себя. То есть может быть супруг просто вас, ну, ну, вас не удовлетворяет, но, на 100%, 100%, да? вы не удовлетворены и вы тянетесь к последнему такому эффективному с точки зрения удовлетворения ваших желаний способу. Вот. Такой вариант тоже может быть. Может быть ваше сновидение имеет чисто практическое значение в плане того, что это связано с определенным жизненным путем, с определенным местом в вашем жизненном пути сейчас на данный момент. То есть тут тоже есть свои тонкости, тут тоже есть свои нюансы и здесь тоже не все и не всегда так однозначно. Вот. То есть важно понять в чем ваша проблема, но думаю, что проблема в некой травмированности отношений, раз вам противно с ним близости. Противно, вот если противно, это все-таки не выраженная агрессия, да, и то, что вы делаете, вы тоже агрессируете, важно. То есть вы не прошли агрессию и, соответственно, она у вас до сих пор присутствует. Вот. А важно понять, с чем она связана, важно разобрать это и постепенно вас это будет отпускать. Таким образом, ответом на ваш вопрос, можно ли с этим как-то справиться, ответ такой, да, можно в процессе индивидуальной работы. На этом все, я надеюсь, что помог вам, желаю всего самого доброго. Субтитры сделал DimaTorzok